Дневной разворот Здравствуйте Здравствуйте Все верно, не изменилась должность Все верно Все так, отлично Не успели уточнить перед эфиром Говорить мы сегодня будем про ремонт пешеходных переходов Их уже начали приводить в порядок Насколько я понимаю, запланировано это было еще весной То есть говорилось тогда о том, что будут ремонтировать пешеходные подземные переходы И тогда, по-моему, называлась цифра в 7,5 миллионов Это была такая ориентировочная стоимость ремонта Нынче, когда я вижу новости про ремонт Я вижу цифру почти на 2 миллиона меньше То есть 5,7 миллиона рублей Это при том, что строительные материалы, наверное, подорожали Как это вам так удалось сэкономить, интересно? Вы отказались от какой-то части работ? В настоящее время у нас действительно правильно сказали, что по поручению у нас главы была поставлена задача Начать активно подготовку и реализовать уже хотя бы один подземный переход То есть взять его как первый образец Попробовать посмотреть, что у нас получится Как это будет получаться, в каком это темпе будет Как в плане организации движения пешеходов То есть мы же там еще окраску проводим, чтобы все было чисто, аккуратно Мы взяли первый объект Это у нас подземный переход у Глобуса Новоровского, да? Да, у Большого Глобуса Так как он достаточно небольшой Объем работ понятен У него есть входная группа В принципе, такой косметический ремонт это получается То есть мы здесь делаем входную группу Вот как раз, наверное, видели, может, фотографии Или уже там бывали Там снимается поликарбонат, насколько я понимаю И плитку вы с плиткой что-то делаете И плитку, да, и сам металлокаркас Мы его предварительно очистили до такого состояния металла И покрыли на два слоя Сейчас вот идет уже последний этап Закрывают поликарбонатом обе группы Планируем вот этот первый наш полетный проект Сдать его до конца этой недели И дальше приступим уже к остальным По сумме, да, вот как сказали У нас порядка 5700 было выделено Выделили Поэтому мы будем Я думаю, что мы сделаем качественно И максимально постараемся больше сделать То есть сейчас у нас отыгрывается контракт На остальные подземные вот эти пешеходные переходы Именно на ремонт аналогичный То есть этих же входных групп Так, Екатерина, они все будут ремонтироваться в этом году? То есть все подземные переходы в Кирове Сколько их у нас? Ну вот смотрите, все, у которых есть входные группы То есть у ЦУМа у нас как таковой входной группы вот этой нет То есть там нет Там нет крыши Да, нету поликарбоната То есть его мы не учитываем То есть там не будет работать Там вот в этой сумме нет То есть сейчас идет акцент именно Шесть получается подземных переходов Первый это у нас вот Глобуса у Большого То есть мы его уже сейчас из этого вычеркиваем Улица Московская, насколько я понимаю, возле мечты Ну да, получается вот дальше Если смотреть Поваровска, у нас там есть Конева площадь Там же у Аленки два, ну то есть это два перехода На Воровского еще Дом обуви у нас есть Это третий переход ЦУМ мы не считаем Дальше у нас есть, вот как вы сказали, Московская Это получается четвертый есть на Лепсе Так, и где у нас еще один? Рядом с проходной Потерялся еще один у нас Я тоже не помню В общем, переходы смотрим все и планируем Вот, то есть у нас получается сейчас осталось пять переходов к ремонту Сейчас это завершаем Вот, планируем То есть виды работы в принципе будут такие же То есть смотрите, вы что делаете? Вы снимаете старый поликарбонат, который покрывал вход в подземные переходы Вы вот этот металлический каркас, на котором он держится Отскребаете от старой краски Очищаете его и красите заново Новый поликарбонат вместо старого А с напольным покрытием, облицовкой стен Не знаю там, или покраской вот этих бортиков, которые входные Вот, да, то есть сейчас сюда будет и входит Как вот у нас на первом этом нашем объекте Облицовка внешних стен получается И вот сверху, можно сказать, вот эти торцы Они, получается, мы их полностью сняли Так как там было повреждено, где-то отпало, где-то сильно исписанное То, что уже не оттирается То есть полностью замена вот этого керамогранита, который у нас был на новый На новый керамогранит А в дальнейшем у нас запланированы Но это именно на входной группе Да, это именно входная группа Также мы еще запланировали после того, как вот сейчас у нас, например, на Воровского у Глобуса ремонт закончится Мы будем окрашивать внутренние вот эти стены, которые уже идут в самом подземном переходе То есть вот, как сказать, внутренняя сторона То есть внешне мы сейчас делаем такой косметический ремонт, а внутри мы будем окраску стен делать А краску стен вы будете делать какой краской? Я просто вспоминаю... По цвету имейте в виду Да, и по цвету, и по качеству Я просто вспоминаю эту историю с пешеходным переходом УЦУМа Который вот в лот нынешний не попадает Его же ремонтировали, по-моему, в прошлом году Насколько я помню, его как раз красили Закрашивали там граффити И вот та краска, которую использовали для покраски Она потом, как я понимаю, довольно быстро начала там облупляться Через нее проступали рисунки И я давненько там не была Но я думаю, что вряд ли он выглядит очень благородно сейчас Вот, я думаю, что у нас в этом году мы перед тем, как наносить краску Тоже шлифанем все равно поверхность, чтобы она лучше держалась И во всех переходах у нас достаточно разная вот эта вот поверхность Где-то у нас плитка гладкая, где-то шероховатая То есть тоже это нужно учитывать А они все облицованы внутри, да? Да, да-да-да Вот, и в том году покрывали это все краской Краска, ну, такой, не знаю, песочный Бежвенький какой-то она была Да, такой цвет Тоже вызывала вопросы Да, рай для тех, кто любит порисовать прям вот как полотно Поэтому сейчас этот вопрос активно обсуждается, решается Потому что окраска стен будет проведиться Только после того, как проведется ремонт В конкретном подземном переходе Вот, поэтому сейчас вопрос этот уже подходит И мы ждем решения от администрации Чтобы по поводу цвета, чтобы было все согласовано и покрашено как нужно Так, подождите, вы говорите ремонт, то есть там еще будет приводиться в порядок вот это вот Нет, я имею в виду входную группу А, входную группу ремонт То есть сначала мы делаем там все, потому что все равно что-то осыпается Чтобы вот, ну, из каркаса, например, если что-то капнет, то мы это в итоге-то потом закроем То есть будем перекрашивать в любом случае Сначала внешне История с тем, что вот эти внутренние работы внутри пешеходного перехода будут производиться Это в ту же сумму входит или надо будет дополнительный конкурс? Нет, это у нас в содержании, в контракте, в муниципальном большом, который у нас заключен с ГДМС Екатерина, что происходит вообще со входами в пешеходные переходы, если мы говорим про напольное покрытие? Вы с ним что-то будете делать? Там на ступеньках, не знаю, плитку тоже менять или нет? В настоящее время такие работы не запланированы Вот тут перед днем города проходило практически все, наверное, пешеходные переходы Ну вот это Конево как раз вот у Аленки, Воровского на Октябрьском проспекте проходили Как таковых сильных разрушений нет Вот тут сумма, там точно есть Там это уже будет, я думаю, отдельный контракт, отдельные виды работ Сейчас именно вот эта сумма, которую мы указывали ранее, она именно на входные группы, на ремонт входной группы Я вспоминаю просто историю с ЦУМом, там же нет крыши, да И когда его строили, это был первый в современное время, в современном Кирове построенный пешеходный переход Это было где-то, по-моему, начало прямо вот самых нулевых годов Его построили там, насколько я понимаю, был предусмотрен подогрев ступенек, чтобы снег там таял зимой Он поработал, по-моему, год этот подогрев и после этого сломался, к сожалению И, насколько я понимаю, к этому пешеходному переходу все время есть претензии зимой, да, особенно в начале, когда только-только еще сезон устанавливается Скользко и не закрыто, да, от осадков В остальных пешеходных переходах такой проблемы нет Да, поэтому мы вот сейчас тоже в текущем году поднимаем этот вопрос о том, что нам нужно входную группу все-таки эту когда-нибудь сделать Вопрос в том, что нам нужен грамотный расчет, то есть нужен проект для того, чтобы входную группу поставить То есть это определенный объем, у нас достаточно снежный регион То есть нужно рассчитать вот эту нагрузку, соответственно, сечение всех инструкций металлических Как они будут на что опираться, каким образом, поэтому этот вопрос сейчас у нас тоже активно ведется, он на контроле И отчитываемся точно так же и главе города, в том числе, о ходе этих мероприятий Сейчас вот как раз запрашиваем деньги на проект, чтобы рассчитать, все было грамотно То есть просто так поставить металлическую конструкцию, это будет неправильно Да? Небезопасно, конечно Вроде бы там уж что сложного поставить несколько металлических Насчелить досок Несколько металлических, не знаю, там Палок Как сказать, ну, попалка, слово не совсем может быть хорошее, правильное Несколько металлических таких штырей, да И к ним закрепить легкий достаточно поликарбонат Это же не, он же не тяжелый, даже если вдруг он А то есть надо все рассчитывать Конечно, и уклон, нужную толщину поликарбоната Вот, допустим, на Воровского, вот мы сейчас меняли поликарбонат, да То есть у нас на остановках одна толщина поликарбоната А здесь там сантиметр идет слой поликарбоната То есть разница есть А зачем? Толще? Почему он толще нужен? Ну, у нас, смотрите же, все равно это достаточно открытая конструкция такая То есть подвергается и ветру, да И у нас падают, ну, не знаю, ветки в редких случаях При ураганном ветре падают Вот, снег все равно он у нас, даже если есть уклон некоторый Снег все равно там лежит до того времени, пока его оттуда уберут и вывезут Вот, то есть определенную нагрузку этот поликарбонат должен нести Это как у нас вот теплицы, да, в огородах стоят Ну да, которые зимой ездишь и гребать Вот, то есть нужно потолще, попрочнее, чтобы он тоже, если у нас был изгиб определенный, чтобы он не треснул, не сломался То есть это тоже важные факторы А почему решили вообще делать поликарбонатом? Вот, ну, изначально понятно, когда только делали пешеходный переход Мне кажется, тут просто, ну, большие очень траты на сам объект, да И все, что делали снаружи, делали, наверное, ну, в некотором смысле сберегая деньги, да, экономия уже А сейчас, когда вот пошли мысли о том, что нужно их все ремонтировать Не было желания как-то на более надежный какой-то материал поменять поликарбонат Тут, смотрите, еще фактор тот, что свет все-таки у нас должно быть достаточно светло Потому что эта входная группа, она в основном у нас вся находится на поверхности Когда человек туда опускается, у нас уже там предусмотрены светильники Освещение Да, то есть вот самый, наверное, важный фактор, что все-таки должно быть светло Потому что и ходят и бабушки, и дедушки, чтобы всем было все видно Несмотря на то, что у нас там, ну, в основном ступеньки достаточно там не черные А такие серые в основном, тоже керамогранит И про цвет стен мы тоже сейчас думаем, чтобы он отражал, чтобы не было такого, что там черный-черный переход А чтобы это действительно было комфортно и глазам, и людям, чтобы была видна, ориентировка была Поэтому, исходя из этого, то есть какой возможный вариант металлическими листами закрыт, тоже это будет Там еще надо расчет нагрузки, наверное, проводить, да, на вот эти металлические основы Мне кажется, поликарбонат... Оптимальный вариант Оптимальный вариант, да, то есть заменить его достаточно тоже легко То есть демонтировать один лист, вставить другой, это, ну, мне кажется, проще, чем сейчас Не знаю, какую даже можно конструкцию туда предусмотреть А были ремонты вообще, или это ремонт первый с момента создания пешеходных переходов, вы не помните? Честно, не могу сказать, мне кажется, было, наверное Я просто пытаюсь понять, сколько он служит, и прослужат ли вот эти вот отремонтированные пешеходные переходы И входные группы до юбилея города, или надо будет к юбилею все снова переделывать через два года? Вот, смотрите, два года гарантии идет на поликарбонат, как раз-таки, вот, сами переходы Я надеюсь, что у нас и люди будут бережно относиться, когда увидят, что все новое, прекрасное, замечательное Потому что при осмотре первом, да, когда мы только выезжали на место, посмотреть, что же, какие виды, объемы, виды и объемы работ нам нужны Мы ужаснулись, конечно, что и плитку где-то что-то, и видно прям, что это, ну, не просто так В смысле, ее разбили, оторвали? Да, что такими осколками лежит, где-то там исписано Ну, все исписано, это мы и так знаем, видимо, на остановках, и везде у нас есть такое Вот, поэтому с этим очень хочется бороться Очень, обидно очень получается, когда вот сделаем красиво, все хорошо, а портится А с пешеходным переходом Уцума, кстати, вот сейчас ситуация какая Там, когда красили стены, тоже же говорилось о том, что будут наноситься рисунки какие-то впоследствии Я так понимаю, что там надписи теперь уже, да, все, все закрашено опять, разрисовано Да, и сейчас как раз-таки обсуждаем тему, все-таки один какой-то переход Возможно, это будет Уцума так же, как раньше было, сделать именно в граффити То есть найти людей, которые будут в этом заинтересованы И кто на определенную тему, которая также нам согласуется администрацией Мы разработаем какой-нибудь эскиз, он будет, я надеюсь, всем понравится И в итоге у нас один переход будет уже такой художественный арт-объект А почему один и не все? Ну, тоже в качестве проб А, понятно, как пилотный вариант Да, потому что у нас же был Уцума уже как-то разрисован Да, да, и не только Уцума, но и подальше там немножко тоже, по-моему, был Вот, поэтому будем пробовать, если это приживется То есть, соответственно, мы всегда смотрим на обратную связь от людей От жителей Да, потому что и соцсети, и к нам обращение напрямую Мы всегда это анализируем, принимаем во внимание И, соответственно, если этот объект зайдет, то есть люди будут довольны То, я думаю, будем продвигать дальше эту тему, чтобы другие переходы у нас были тоже арт-объектами Мы чуть попозже с Алексеем Андреевым свяжемся Начальником отдела по делам молодежи администрации города Мы как раз, насколько я помню, с Алексеем разговаривали об этом Когда делали пешеходный переход Новоровского И тогда была вот эта вот идея, что сейчас мы старые граффити, которые уже пришли в негодность Очистим, уберем, покрасим стены, сделаем фон И после этого некие молодые команды, которые выиграют некий конкурс Выйдут туда со своими проектами и все распишут Но это было вот так сказано, как будто вот прямо через неделю после покраски Эти люди уже готовы приходить На самом деле, вот вы когда сказали, что это все будет согласовано Определенная тематика и прочее Я подумала, что, наверное, это опять затянется там на год или больше Не было вообще мысли просто сделать чистую белую стену и сказать Ребята, кто с баллончиками, что хотите, то и рисуйте Понятно, что в рамках закона, не используя какие-то ненормативные слова Но тем не менее, пожалуйста, из этого же можно сделать даже вариант такой И выставку потом А вообще можно сделать как вариант для тех людей, у кого руки чешутся, что называется Просто раз в неделю или раз в месяц эту стену заново закрашивать И предлагать, что, ребят, мы снова подготовили фон, приходите и расписывайте Ну, кстати, классная идея, да Ну, только придется раз в неделю примерно выделять средства Да, и следить, что там нарисовано в итоге Ну, приходить, да Ну, да, интересная идея, на самом деле Ну, вообще классно, когда люди могут выбирать в себя И в том числе через рисунки И у меня есть и знакомые, которые вот Им просто нравится даже на холсте Они тоже баллончиками рисуют Оформляют это потом в картины И занимают эти картины прекрасные места в интерьере Это же здорово Если у нас так в городе будет Я, насколько помню, та вот история с граффити Которые появились, по-моему, более 10 лет назад Как раз пешеходных переходок Это же тоже было отчасти, ну, какое-то, не знаю Совместное творчество, что называется, да Насколько я помню, тогда Алексей Вершинин был Главой администрации Ленинского района И вот он тогда как раз сказал, что мы уже поняли Что невозможно от этих надписей избавиться Белыми стены не останутся все равно Да, да, да Вот, и объединились тогда с художниками И предложили им прийти и сделать это Мне кажется, что люди, которые готовы это сделать Они, ну, как бы есть в этом городе А вот эта история с тем, что должен быть согласован рисунок Все непременно, мне кажется, часть людей оттолкнет Не потому, что они там что-то запретное нарисовать хотят А просто потому, что они со всей этой бюрократией связываются Не захотят художники Часто люди свободные очень, да Вот, пришел в свободное время вечером, например Творческий Творческий самовыразился А потом не очень хочется приходить и подписывать какие-то бумажки Как-то так Ну, подадим идею Если мы говорим про будущее, так скажем, да И про день рождения города Я не знаю, насколько сейчас вообще можно об этом говорить Но были ли какие-то мысли, может быть, в администрации По поводу того, что еще там можно сделать, кроме рисунков То есть вы сказали про освещение Освещение лампы Там уже новое освещение установлено То есть там нет проблем с освещением в пешеходных переходах У нас вообще постоянно действует контракт То есть на замену ламп Вот этих вот То есть перегорает лампа У нас поступает заявка Либо куратор объезжает И фиксирует это И меняется лампа там буквально в этот же день То есть такое есть Так конкретно капитального замены вот этих светильников Пока мы не думали об этом Ну, то есть не планируем Вот Но возможность такую рассматриваем Так как, по-моему, вот как раз в этом У Глобуса у Большого Там такие желтые лампы То есть их бы поярче сделать Ну, то есть чтобы тоже Либо их почаще Или как-то вот Например, в Санкт-Петербурге У них же там разные тоже есть светильники Такие прям как бра Ну, то есть есть не только на потолке Но и на стенах, например То есть тоже варианты есть интересные Но надо тоже смотреть Чтобы можно было туда провести электричество Чтобы никто его не обрубил Чтобы всё было хорошо Вот с этим есть нюансы Да, и ещё вопрос по поводу Опять же, если сравнивать Кировские подземные пешеходные переходы Со столичными Там размещается реклама Там размещается реклама А, ну такие стоечки Да, да Нет, нет, нет Именно на стенах На стенах На стенные такие Как в рамках В рамках Да, да, да То есть на стенные такие Как сказать, стенды Ну, экраны Стенды, экраны, да У вас не было мыслей таких сейчас? Нет, нет? Нет, это нужно Рассматривать рекламную площадь Как раз МКУ реклама То есть у них есть тоже классные идеи Я думаю, с ними можно этот вопрос обсудить Потому что почему бы и нет? То есть афиши, например, эти же Да, у нас там залепляют Некоторые опоры столбов Вот тут в дне города Активно активизировались Все объявления и прочее Вот, всё равно, я думаю Информацию людям нужно давать В том числе и на таких рекламных афишах Но в специально отведённых для этого местах Не на столбах опоры освещения Светофорных объектов, например Поэтому я думаю, что это будет востребовано То есть можно будет делать рекламу Но это вот надо разговаривать с рекламой Пока мыслей таких не было Я просто пытаюсь понять Каким образом можно Использовать поверхность Использовать поверхность Использовать поверхность раз И каким образом можно заработать Дополнительные средства На содержание этих подземных переходов Ну потому что если мы говорим Про какие-то хотелки Тут же те же рисунки Там обновление электричества И может быть ещё что-то более такое Симпатичное, чем есть сейчас То на это нужны деньги И вот это вот, мне кажется Было бы неплохим вариантом Может быть даже не Не только афиши, которые будут меняться Там достаточно часто А может быть прямо вот Рекламные какие-то баннеры Как это сделано под стеклом Ну условно у Большого Глобуса Те же самые предприниматели Может были бы непротив разместиться Ну да, там какие-то у них организации Такие как доски объявлений Да, хорошая идея Тоже подумать нужно В эту сторону тоже можно подумать Я сейчас попрошу звукорежиссёра Нам набрать Алексея Андреева Начальника отдела по делам молодёжи Администрации Кирова Как раз вот про роспись И про рисунки мы узнаем Спросим, что там с этим конкурсом Который, насколько я помню Всё-таки проводился Но сейчас до сих пор Как я понимаю Не выбрана ещё ни работа Победитель Тем более не определено Когда будет вообще роспись производиться И будет ли То есть вы думаете В сторону, сказали, одного пилотного Это как раз пешеходный переход Возле ЦУМа Или какой-то ещё Или у Глобуса Нет, я думаю, что не у Глобуса У Глобуса у нас Мне кажется, и так там очень много всего Сам Глобус по себе Очень яркий объект А мне кажется Ну, в принципе, и ЦУМ у нас яркий объект Поэтому Так, тогда нам надо Тогда нам надо только на площади Лепси Представлять площади граффитистам Потому что там Как раз проходная Проходная завода Лепси Да, чтобы всем было весело Уходя и приходя на работу Чтобы всем было весело А между прочим Можно было бы тематические какие-то Делать граффитистам Да, я, кстати, тоже Про завод Лепси думала У них же там вообще Поле целое для размышлений Для фантазии Можно было бы сделать Поэтому, я думаю, выбрать объект Будет нетрудно Нам главное найти того Кто его классно распишет Но тут, я думаю, как раз Вопросов не будет Единственное, я говорю, что Может быть С согласованием Вы упрётесь в сокращение списка художников Потому что не все, может быть, будут готовы Через бюрократические какие-то процедуры проходить Заполнять какие-то бумаги Куда-то их отправлять на конкурс Потом ждать результатов этого конкурса Потом что-то подписывать Я думаю, что всё будет проще Не так трудно Не так заморочно Но идея свободного полёта Я себе отметила Как доску такую Для художников тоже Хорошо Звукорежиссёр почему-то Не реагирует на мою просьбу Алексея Андреева нам набрать Может быть, не набирает, конечно Но мы его не видим Екатерина, давайте мы с вами Тогда поговорим Немножко отвлечёмся от темы Подземных пешеходных переходов И поговорим про В целом пешеходные переходы В городе Кирове Мы же можем, да? Сейчас уже я вижу, что начались Работы по обновлению разметки Что сейчас с этим? Сколько средств на это выделено? А сколько, кстати, на пешеходный переход Подземный уходит на ремонт? Вот на этот На входную группу На входную группу, да Ну вот у нас тут Ну то есть Сразу обращаю внимание Что они все разные Например, на Дальн-Лепсе Там, наверное, побольше будет сумма Здесь у нас По площади, потому что больше Потому что, да, площадь и сама конструкция То есть там прям такой Конкретный, мне кажется, такой массивный объект Здесь у глобуса он более такой Ну нелёгкий Но мне кажется, что он Более компактный Да, он такой Ну какой-то он вообще такой милый Вот, а на Лепсе он всё-таки такой Прям достаточно жёсткий сам по себе Брутальный Да, прям такой хороший объект Вот тут у нас У большого глобуса Обе входной группы Получилось порядка 800 тысяч Угу Вот, поэтому Планируем оставшиеся Вот у нас деньги от суммы Распределить по другим объектам Но так тоже, чтобы выполнить везде Максимальное количество и объём работы То есть в среднем получается Чуть меньше миллиона Или около миллиона На один подземный переход Алексей Андреев к нам присоединяется Начальник отдела по делам молодёжи Администрации города Кирова Алексей, добрый день Добрый день Да, мы с Екатериной Безгачевой в студии сидим Говорим про ремонт подземных пешеходных переходов И вспомнили как раз вот эту историю С пешеходным переходом Новоровского Пешеходный переход Новоровского Вот нынче не попадает, да В список тех объектов, где ведётся ремонт Его ремонтировали раньше По плитке нанесли бежевую такую краску И я помню, что вызывало много претензий У городских активистов эта история Говорили, во-первых, о том, зачем красить И администрация тогда объясняла Что это мы фонд подготовили Для художников кировских Которые могут потом в дальнейшем Граффити нанести на эту краску Как и было Там он был расписан в своё время Но просто уже рисунки в негодность пришли И я помню, что даже тогда Вы объявляли какой-то конкурс Среди художников И, по-моему, даже выбрали каких-то победителей Может быть, я ошибаюсь, Лёш Ну, победителей мы не выбирали на самом деле На тот момент Потому что мы предлагали Конкурс идей на тот момент То есть идеи, некие эскизы Ребята направляли действительно То есть были наши художники Мы там кое-что посмотрели Из предложений Ну, скажем так Из знакомых из других регионов Чтобы было некое Конкурентное поле Где можно было бы сравнить Какие-то художественные идеи Наших ребят Которые занимаются Особенно уличным творчеством И тех, кто расписывает стены Подобное пространство Переходы в других регионах Такое было и в прошлом И в позапрошлом году Плюсом мы в прошлом году Совместно с нашим управлением культуры Подумали, что можно еще как раз таки Привлечь к этой теме Наших молодых художников Которые профессионально занимаются Художественным творчеством То есть это в частности Наши художественные школы И художественные училища Мирового Вот То есть у них тоже интерес есть И в качестве там Некой Преддипломной практики Дипломной работы Да и вообще в принципе Набить руку Именно вот на такой площадке На достаточно большой Им было интересно Упирались вопросы в два момента Первый момент это финансирование Второй момент это приведение Всех переходов Где в принципе можно вот Такие благоустроительные Интересные там Творческие работы провести В ремонт как раз таки То есть не секрет Что пешеходные переходы Вот эти подземные Ну они не только С точки зрения внешнего вида Вызывают иногда вопросы Они и с точки зрения Вообще в принципе Своего состояния Уже тоже вопросы Вызывают достаточно давно И это касается Не только перехода УЦУМ А вообще всех переходов На улице Воровского Ну то есть нуждаются Нуждаются в ремонте, да? Да, да Я думаю Екатерина Сейчас подтвердит Что действительно Ремонт нужен комплексный То есть там нужно И вот эту систему водоотведения Продумать дополнительно Я так понимаю Ну я хоть и не специалист Но примерно предполагаю Опять же Опираясь на те жалобы Которые мы тоже слышали От граждан Что они говорили Вот вы тут системы расписываете Воду бы сначала лучше убрали Из этих переходов Вот поэтому Екатерина я вижу Что да Понимает и вспоминает Да тоже Эти обращения Ну было Было такое на самом деле И поэтому мы Не стали Что называется Опять же Закапывать там Деньги в землю Или в стены Их там вбивать По той простой причине Что лучше проработать Сначала все Ремонтные работы Чтобы там ничего Не растеклось Чтобы там было комфортно Людям проходить По этому переходу Вот И потом уже делать Какие-то работы Именно Художественного характера Поэтому мы Рассматриваем Сейчас в качестве Вот развития Этой темы Несколько Опять же Вариант Привлечения Собственно бюджетных средств Он всегда Ну сами понимаете Не самый Такой благоприятный Потому что денег Всегда не хватает И найдутся И найдутся Конечно Те Кто скажет Потратили бы лучше Действительно На это Конечно Зачем вы Вот стены тут красите Лучше бы что-нибудь Другое сделали Более полезное Такое я знаю Всегда бывает Вот Поэтому мы рассматриваем Еще вариант Естественно Привлечение Грантовых средств Мы стараемся Регулярно Грантовые Вот эти заявки Формировать Ну Понятное дело Что конкурсов Федеральных Там или региональных Не так много Которые могли бы Позволить эти работы Провести именно в рамках Грантового Проекта Поэтому мы Такие конкурсные Вот заявочки Ищем Вот Президентский Грант Естественно Есть Который направлен На Сохранение Культурных Ценностей И традиций В том числе А вот это Хорошая история Кстати Перед юбилеем Города Можно было бы Наверное Как-то вот Использовать Как раз Сейчас Я извиняюсь Что перебиваю Как раз Мы сейчас Вот этот проект Планируем Подавать совместно Либо с управлением Культуры Либо еще с кем-то Подавать как раз Таким На вот этот конкурс Чтобы можно было В дальнейшем И такую Культурно-просветительскую Миссию Выполнить Да Потому что Ребята Вот как раз Художники Они Планировали Уже тематику Конкретную Внести В оформлении Этих Переходов То есть Это либо Тематика Связанная Опять же С юбилеем Города Либо тематика Связанная С какими-то Известными Событиями И личностями Которые Которые В нашем городе Так или иначе Творили Жили Работали А у меня Сейчас идея Возникла Вообще Про городские Легенды Какие-то Я вспомнила Почему-то Вот эту историю Про Дэвида Боуи Который Отравился И лежал В кировской Инфекционке Да 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 То есть Можно было бы Один пешеходный переход Например Вот эти Байки Городские Посвятить Вот этим На самом деле Мы вообще Всегда открыты Для идей И ребятам Которые В дальнейшем Допустим Захотят выступить Именно в качестве Художников Оформителей В качестве Вот стрит-арт Дизайнеров Мы в принципе Готовы будем Рассматривать Эти идеи Понятное дело Я говорю сейчас Не от себя А от именно Некой коллегии Творческой Которая будет Рассматривать Эти эскизы Потому что Всегда вызывает Вопрос Именно Еще и Содержание Содержание Вот этих Настенных рисунков Потому что Всегда опять же Находятся те Кому Не совсем понравилось То что нарисовать Вот Ну и плюсом Мы уже имеем Опыт работы С ребятами Которые Самостоятельно Продвигают Различные Благотворительные Инициативы Самостоятельно Собирают средства На благоустройство Каких-то объектов И потом При поддержке Администрации Там свою Инициативу Реализуют Вот у нас В данном Был хороший опыт Работы по скейт-парку В парке Кирова Мы отремонтировали Его вот как раз таки При участии Инициативной группы Молодых предпринимателей Успешных Достаточно Которые захотели Просто сделать Некий подарок И городу И молодежи И помогли нам С ремонтом Вот этой скейт-площадки Мы говорим Про благотворительные Какие-то проекты Когда Придумывается что-то Какая-то Инициатива Собираются средства Именно вот уже Активистами И в дальнейшем Реализуются Да То есть мы тут тоже Готовы оказать Поддержку И пойти навстречу Ну опять же Максимально То есть вот все сделать В общем пешеходные переходы Тоже можно рассматривать Таким активистам Как одну из площадок Приложения своих усилий Конечно Более того Мы предлагали И там бизнес Структурам Использовать Данную площадку Как некий показатель Своей социальной Там ответственности Перед городом Да И можно было бы Допустим Какому-то бизнес Опять же Ну там Какому-то предпринимателю Какой-то бизнес Структуре Какой-то компании Взять конкретно Подшество Что назовем Что называется Над конкретным Переходным переходом Да И сказать Вот мы Сделали подарок Городу К юбилею Там К дню рождения Неважно Или просто так Сделали подарок Это было бы тоже круто Но там В силу определенных Проблем у бизнеса Которые Периодически возникают Вот Они не особо Охотно идут Сначала соглашаются Да А потом А потом начинают Забываемся Леша Прости пожалуйста Нас сейчас звукорежиссер Выгонит на рекламу Спасибо большое Алексей Андреев С нами был на связи Начальник отдела По делам Молодежи Администрации Города Кирова Мы с Алексеем Мы с Алексеем прощаемся С Екатериной Безгачевой Продолжим разговор После рекламы Мы продолжаем Дневной разворот В нашей студии Екатерина Безгачева Напоминаю Начальник отдела Содержания Уличной дорожной сети Управления Дорожной и парковой Инфраструктуры Администрация Кирова Алексей Андреев Был с нами На связи До перерыва Вот И Алексей сказал Что есть планы Привлечь Городских активистов В том числе К росписи Пешеходных Подземных переходов Эту историю Можно использовать Во благо Во благо Да Горожанам Вот эту вот Энергию направить Молодых художников Пока не очень понятно Действительно Да Вот на какие деньги Надо рассчитывать Кто будет эти деньги Где-то находить Но есть вариантов Несколько Во-первых Бюджетные Наверное Не самые хорошие Потому что споры Вызовет в городе Среди горожан Вы тут тратите На рисуночки Вместо того Чтобы что-то сделать Более существенное Грантовая история Которая может быть Завязана на какие-то Тематические вещи Например Связанные с юбилеем Кирова И еще одна история Это история Городских активистов И их проектов Когда люди Сами собирают деньги На что-то Хорошее для города Что останется Ну в частности Вот недавно У нас в студии Были ребята Которые собираются Расписывать стены домов В четырех районах Кирова Напомню Да Появится По одному дому На стене которого Будет большой-большой рисунок Муралы это называется По-научному Тема класса Выбраны разные Тематические Тоже Виды Там где-то Семья Где-то здоровье Где-то спорт Ну в общем вот И та же история Могла бы быть В пешеходных переходах Пока не очень понятно Еще раз Да Ну мне кажется Что художники Если Готовы будут За это взяться Они Наверное Работать Смогут даже И бесплатно А вот та-то история С самовыражением О которой мы с вами В первой части говорили Это уж точно бесплатно Тут скорее всего На материал На краску Надо будет конечно Средства Тут нужно тоже сумму понимать Потому что вот тоже сейчас Алексей говорил По поводу Что сначала давайте Все отремонтируем Этот вопрос Очень небольшой А это затянется надолго Это конечно Это гидроизоляция Вот он именно Про воду говорил Да В подземниках То есть это вопрос Гидроизоляции Самих подземных переходов Это что нужно сделать Опять-таки проект Опять-таки Это капитальный такой ремонт То что нужно раскопать Это нужно сделать Это нужно закопать И сделать обратно Это долгий процесс Это очень долгий процесс Поэтому я думаю И суммы соответственно Там другие А чтобы покрасить Один подземный переход И просто поднять настроение Людям Я думаю Это вопрос Ну не знаю Не миллиона же рублей Это вопрос Не знаю Сколько денег Ну не немножко Не знаю Сколько художники берут За роспись стен За квадратный метр Не представляю Но наверное Это меньше 100 тысяч За переход Ну уж наверное Смотря какая площадь Какой наверное Уровень сложности рисунка Какие материалы Это конечно все Учитывается Но вот хотелось бы От Алексея еще Вот эту цифру понять Хотя бы Что нужно Сколько денег на это Ой я не спросила У него Я думаю Что мы можем связаться И спросить Действительно Да Потому что С одной стороны Вроде как логично То что говорил Алексей Да По поводу Да Безусловно Красить стены В ситуации Когда например Затапливает пешеходный переход И эта краска будет отслаиваться Ее надолго не хватит Это может быть действительно Ну несколько преждевременно С другой стороны Если вопрос Упирается в большие деньги Связанные с ремонтом Гидроизоляции И всем остальным Тогда мы никогда Не дождемся рисунков На стенах Пешеходных переходах Сто процентов Да Потому что Просто могут руки Не дойти до всех Сразу я имею ввиду Да Хорошо Обратимся к наземным Пешеходным переходам О которых кстати Городские активисты говорят Что только такие Должны быть в городе Никаких подземных Нам не надо И надземных Тоже То есть доступная среда Никаких ступенек Что сейчас Насколько я видела Ездя по городу Уже начали обновлять Разметку Причем начали это делать Еще наверное Недели две-три назад В некоторых местах Я уже видела Что будет у нас Нынче С пешеходными переходами Будет ли где-то Наносить какую-то Специфическую разметку И пластиковую Или красочкой Обойдемся Ну вот сейчас У нас готовили Да данные По поводу Подготовки к дню города То есть усиленно Подрядчика направляли На именно Нанесение разметки В том числе У нас там и Сейчас скажу Как правильно называется И термопластик был И эмаль у нас там была Есть еще там Разновидность Как холодный пластик Вот То есть это у нас Занимается целое отдел Этим Контракт заключен Именно на нанесение разметки В том числе Вот и стоп-линии Осевых Вот этих вот И по полосам Движения линий И пешеходные переходы Все это у нас В плане есть То есть Как мы видели Да к дню города У нас уже Хотя бы основные Магистральные улицы Были в разметке То есть мы стремимся Конечно у нас сейчас Следующая какая важная точка Первого сентября Да чтобы у нас Перешколы Да Когда все вот Переходы пешеходные Вот эти зебры Чтобы у нас все-все-все Было готово И держалось Как можно дольше То есть вот да В этом плане Термопластик Я думаю Что он прочнее Лучше Но опять-таки Как зимой содержать Тоже тут вопрос Просто огромный А его получается Что когда сгребается А вы не подрядчики Не может объяснить Как это работает Но я так понимаю Значит он приходит В негодность Во время содержания Или его как-то Надо очень аккуратно Чистить Чтобы не содрать Там знаете Такие есть нюансы Вот просто Две девочки Две девочки в студии Да Я сразу скажу Что я не специалист По дорожной разметке Но вот здесь Вот в Санкт-Петербурге Были на форуме Как раз зимнего содержания И там говорили Про разметку Что какими-то Есть там допустим Нанесение вот этой эмали Да Это как просто краска Есть определенные частицы Которые напыляются Которые еще светоотражательные Вот То есть Очень много разных разновидностей Вот этот термопластик Это как Это тоже не просто Вот так пластик прилепили Я понимаю А именно И утюжком сверху прошлись То есть это не так Это тоже определенная технология И я так понимаю Что это более Лучший вариант Более дорогой Более долговечный Более долговечный Да Поэтому краска Она все равно вытирается Кто-то же у нас зимой Летом на зимней резине ездит Шипы соответственно Никто не отменял То есть очень много Вот этих вот Влияние на разметку На дорожное было Ну да И так это все наверное знают Поэтому Разметка У нас Такая Тоже тема Очень обширная Глобальная И было бы хорошо Со специалистами И поговорить И поговорить именно Этой темы Я еще хотела На минуточку сказать По поводу того У нас же есть Подземные переходы Говорили про них И про доступную среду У нас же есть еще Надземный переход В Чижах Замечательный У нас же там есть лифты Я сама Ну как бы Они работают Конечно работают Они работают Каждый день Да Я недалеко оттуда живу И я периодически Их пожу проверяю То есть я созваниваю С диспетчерами С тем кто Следит за этим Там просто расскажу Вдруг люди не знают А это я считаю Очень полезная информация Я знаю что они там Были запланированы И сделаны Но я не была уверена В том что они работают Вот это очень У нас такой опасный Достаточно там перекресток Там и разворотный круг И скорости большие Да То есть вход Въезд в город То есть ну такой Активный участок Вот И как раз таки Вот эти лифты То есть они работают Там есть инструкция подробная Главное правильно прочитать И если что Если мало ли Что-нибудь случится И кто-то не так поймет Как правильно им пользоваться То там есть диспетчер Который в круглосуточном режиме Поможет и расскажет Что нужно делать Поэтому Но он не там находится Он не там Он удаленно Но видеонаблюдение есть То есть человек видит Что вы делаете Если что-то не так То он вам подскажет Вот Но лучше очень внимательно Прочитать инструкцию А она чем-то отличается То есть тот лифт Как-то по-другому работает Не так, как обычно Но это не как в доме Да, что кнопочку нажали Подъехал лифт И все То есть мы нажали И держим Пока он сам не спустится Вся эта платформа Достаточно большая То есть туда и с коляской Можно с инвалидной С ребенком Вообще без проблем С тяжелыми сумками Да Вот он опускается Открывается дверь То есть она на блокировке Просто так ее не открыть То есть когда платформа Опустилась полностью Дверь отщелкивается Мы заходим туда Там есть освещение Нажимаем кнопочку Едем наверх И точно так же Переходим по верху Красиво смотрим В наши окошечки Фанорамные Вот И спускаемся Вообще без проблем Я так делала На лифте тоже Да Рекомендую Именно Ну вот маломобильные Группы граждан И кто с колясками С детьми Это я считаю Очень классная идея Такая А в подземных переходах У нас ведь есть пандусы Там есть пандусы Да Есть направляющие Где-то по-моему сделано Такой Или везде у нас направляющие Скорее всего что Везде полозье Да Получается Вот Поэтому вот Не забывайте про надземный переход Что он у нас есть И им нужно пользоваться А его кстати ремонтируют У нас время от времени У нас там Насколько Ну вот недавно я там была Каких-то таких сильных Видимых повреждений нет То есть где-то там Есть некоторые деформации Которые тоже будем планировать Устранять Но сейчас вот акцент Больше на подземнике Именно потому что Они совсем у нас Совсем В ужасающем состоянии Устарели Пришли в негодность Внешние и технические Да Поэтому за надземным переходом Смотрим Тоже у нас В контракте заложена Уборка снега с кровли у него И мойка его в том числе Поэтому конечно от надписей То что вот оттирается Потом остаются такие разводы И это не очень приятно Но пока замену поликарбоната Мы там не планируем Мне кажется что Если бы за надписи Наказывали кого-то Вот я бы очень хотела Наказывать всех Как-то бы оштрафовали Очень серьезно И показать всем Что наверное Да Наверное Желающих Разрисовать Все это было бы меньше С остановками такая же проблема Да С другой стороны Да Вот про остановки Как раз мы недавно говорили И поняли Что видимо Очень сложно Людей У которых Есть вот эта потребность Самовыражения подобное Очень сложно Их каким-то образом Остановить Потому что Ни видеонаблюдение Ни естественно Никакой дежурной группы В двух метрах От этой остановки Либо пешеходного перехода Не стоит И никто не будет Такой ерундой заниматься Вот И система распознавания лиц Ну я думаю Надо начать Мне просто выехать Как-нибудь в 4 утра И подежурить там Конечно Я только за А вы думаете Там как раз В это время Ну вы же не будете В засаде неделю сидеть Правда Я думаю Недели будет много За одни сутки Управимся Ладно Надеюсь Я-то все Надеюсь на то Что можно каким-то образом Это все решить Добром Сознание Внести людей Да Внести в сознание людей Может быть Предложить им Какие-то площадки Для самовыражения И когда-нибудь Через какое-то время Люди Поймут Что не надо портить То что сделали Другие Красиво Спасибо большое Екатерине Безгачевой Начальнику отдела Содержания Уличной дорожной сети Управления дорожной И парковой инфраструктуры Следим За ремонтом Пешеходных переходов Ждем того момента Когда все-таки Их будут уже расписывать Первый час разворота Завершаем Через 20 минут Вернемся Будем говорить Про рекламные вывески На иностранных языках Редактор субтитров А.Семкин